и вы снова смотрите канал очаровательного котика под именем квинита сегодняшнее видео я начну с того что видео будут выходить много реже из-за того что сейчас уже будет начинаться школа мало свободного времени много уроков и так далее в общем то со стримами все остается точно так же стримы будут каждую пятницу субботу и воскресенье как обычно так что на стримы можете не переживать сегодняшний видос у меня будет довольно такой разговорный я буду первый раз своей жизни снимать такое вот разговорное видео в таком вот формате я видела что многие блогеры снимают такие видосы но почему-то я не пробовала такое снимать и решила вот сегодня попробовать надеюсь что вам понравится если так то обязательно ставьте лайк под этим видео в общем давайте наверное не будем тянуть приятного всем просмотра и так сегодня я вам хочу рассказать об одной из моих самых 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 крутых поездок за это лето хочу сразу отметить что она была вообще не запланирована и произошло все примерно так мой папа сидел в телефоне листал ленту в инстаграме и видит оп на пляже экстрим будет проходить концерт змеи бойко решил сообщить об этом не предложить съездить именно туда когда я об этом узнала я просто сразу же захотела туда поехать я попросила еще взять с собой и мою двоюродную сестру арину и не очень повезло то что ей тоже разрешили поехать вместе со мной поэтому в этот же день моя сестра приехала ко мне в гости мы немножко почилили у меня дома поделали всяких водочек еще даже успели кое-кого проткнуть то что у меня появился клон так как у моей сестры есть одежда такая же как и у меня и она его дело и еще решила примерить мои парики да это было конечно весело особенно когда я сход кило и сзади тогда уж тот чувак которого мы протковали точно не понял что вообще здесь происходит примерно полчаса мы провели дома я поела потому что я была голодная ну я всегда голодная но и в общем мы с моей сестрой собрали вещи и отправились наше путешествие кстати и ехать нам пришлось туда полтора часа поэтому мы послушали музыку минут 20 дальше все остальное дорогу мы болтали какой-то ерунде как всегда ну и просто ехали любовались видом на красивейшие поля совка длилась до ночи и нам нужно было где-то заселиться чтобы переночевать поэтому поездка была очень большая и очень клёвая ну и в общем мы остановились в очень крутом пантеанате который называется солнечная долина он просто был огромен и как его видела была в шоке особенно когда мы ехали по этим всем буераком и видели там всякие такие страшненькие отельчики мне уже было стрёмно что мы поселимся в похожем но нам очень повезло то что этот отель был самый крутой самый большой и выглядел просто супер мы поселились в таком деревянненьком домике там было всего две комнаты одна была для меня с моей сестрой другая для родителей ну и соответственно мы пошли переодеваться так как уже было семь-восемь вечера и на улице уже было не так уж тепло начали уже жужжать комарики ну поэтому нам пришлось переодеться и мы отправились дорогу на тот самый фестиваль экстрим а ехать было примерно минут 15 потому что он находился далековато от нашего пансионата нам пришлось вызвать такси потому что мы не хотели убивать нашу машину так как дороги там ужасные ехали ехали приехали и честно говоря я сначала не услышала там никакой музыки и подумала что уже никакого фестиваля нет но подойдя немного ближе я услышала что все таки музыка там где-то далеко играет вход за одного человека стоил 500 рублей начала мы прошлись мимо пляжа и направились к сцене возле сцены было очень мало движа и мы такие думать почему так мало людей но потом смотрим там просто какие-то диджеи играют музыку ну и мы сразу поняли то что ми нету поэтому и людей не так уж много поэтому мы пока что решили пойти перекусить в кафе который называется в вафелька и там просто безумно вкусные салаты в вафли и в то время даже я провела немножко стрим но к сожалению у меня его забанили и уже когда началось наступление сми я не смогла дальше постримить потому что мне заблокировали доступ к стримам на три дня это было очень обидно очень печально очень досадно далее мы услышали то что уже начали говорить то что сейчас выйдет мия что уже стало появляться очень много людей начали кричать поэтому мы быстро доели наши вафли с цезарем и просто пулей побежали туда к сцене буквально через минут пять уже вышло мия блин мы так офигели это было очень круто сейчас вы увидите отрывки с этого концерта но к сожалению мне пришлось заложить звук потому что меня просто забанят за авторские права знаете мне вот очень понравилось именно вот такая вот позитивная черта амири то что она искренне обращаясь ко всем своим зрителям концерт длился примерно минут сорок и в конце она предложила исполнить еще одну песню мы сестрой орали громче всех чтобы напела мама не в курсе поэтому она мне кажется нас как раз услышала очень часто смотрела на нас на концерте потому что мы были очень активными снимали и может быть вообще досмотрела когда-то мои стримы и узнала меня может быть я довольно такая популярная слушатель личность после концерта мини мы уже решили не оставаться слушать диджеев мы увидели то что все люди побежали к какому-то белому шатру как раз и там мия фотографировалась со своими фанатами ну и мы побежали туда же но очередь была просто огроменная мы стояли все строй самом конце конечно же нам это не понравилось и мы решили сделать как некоторые хитрые люди взять их перец в начало очереди конечно сначала этого никто не заметил но потом на нас начали орать что вообще здесь делаете можете пожалуйста уйти мы такие поворачиваемся и говорим нет все свое просто все равно сводкаться нам не удалось потому что охрана сказал артист устал и все пошли вы все на мы в этой очереди стояли где-то полчаса но мы из-за этого не расстроились пошли в соседнюю кафешку поели картошки фри и уже отправились домой сели в такси и уже уехали и где-то через минут 20 мы уже были дома мне очень хотелось пройтись по территории потому что территория пансионата была огроменная родители не дали нам этого сделать сказали то что они пойдут сами и нас просто закрыли на ключ нашей комнате поэтому мы с сестрой решили сесть немного почилить так расслабиться сидели там в к поотвечали на некоторые сообщения посмотрели все фотки которые у нас были закончили мы все это делать часов 12 ночи еще съели киндера на ночь да потому что мы хотели есть и еды у нас не было значит я проснулась от очень странного шипящего звука я подумала то что у нас комнате находится какой-то или зверь или какое-то насекомое и мне стало безумно страшно я очень-очень испугалась но потом я поняла то что звук издается со стороны моей сестры тогда я прислушиваюсь а это шипит ее бутылка с колой потому что на ее не до конца закрыл это был такой вот самый наверное жестких временно угарный момент ну и в общем я дальше бегла встать и уже проснулась в 5 утра от уведомлений вк мне все начали писать типа доброе утро как дела я такая чё в 5 утра серьезно ребят в чё потом мне говорят что я была онлайн к этому чего в смысле когда 5 утра я дальше уснула и проснулась уже часов 8 меня сестра разбудила моя мама и сказала чтобы собирались в столовку на завтрак мы прошли по территории увидели уже все лучше потому что все таки когда было темно не было все так видно мы там даже увидели живой уголок так где были животные там еще были всякие кафешки ресторан у моря там был в общем много чего там было но мы пошли в столовку или я помню что на завтрак взяла себе рис взяла сосиски там были безумно вкусные такие толстенькие маленькие сосисочки я еще взяла колбаску взяла омлетик и взяла мультифруктовый сок в общем мы подкрепились позавтракали и направились на море как там было круто просто вообще зашибись вода кристально чистая и даже с каким-то таким знаете бирюзовым оттенком не как мои волосы конечно немножко посветлее а еще там были водные детские горки и батут все это было халярное ну потому что для жителей пансионата все таки ну в общем мы решили на горку не лезть но решили полезть этот батут моей сестре так и не удалось сюда залезть но зато я залезла попрыгивать мне там не получилось потому что я просто не могла удержать равновесие стояла и меня вот так вот просто шатало а потом после этого мы решили сестрой устроить батл водорослями кстати ребят если вы живете там есть море вам очень скучно вы с кем-то со своим другом и то вот вам крутая идея устроить батл водорослями там была сетка и она вся была в этих зеленых водорослях сопли вы таких фу мы нарвали этих водорослей и сделали такие из них комочек и потом друг друга вот так вот брали и кидали дальше мы еще немножко почилили на море еще пару раз искупались последили за людьми которые тоже были на этом пляже вернулись в номер помыли голову и пошли прогулялись по территории а тем временем у нас оказывается проголос колесо на машине и все произошло из-за этой ужасные дороги папа решил все-таки накачать колесо чтобы хотя бы как-то за некоторое время доехать и потом уже поменять его а тем временем пока он это делал мы пофоткали сестру ну и потом уже папа в принципе все сделал ну и мы уже с родителями пошли покушать в ресторан о море господи какая же там была вкусная еда я помню как я ела грибной крем-суп с креветками это было просто божественно пила мохито и заедала куриными крылышками ребят мне даже сейчас есть захотелось если честно далее мы уже решили отправиться домой потому что мы уже очень сильно устали джипа были на море в ресторанах и где мы только не были решили то что уже пора отправляться домой по дороге мы заехали поменять то проколотое колесо на новое ну и потом поехали дальше и я уже уснула и спала всю поездку поэтому не знаю что там происходило мы приехали домой немножко потусили сестрой потом за ней приехал таксист чтобы забрать и я вышла проводила ее попрощалась с ней и уже больше с того момента не виделись на самом деле мы с сестрой видимся довольно редко и и я ценю все моменты которые я провожу с ней но мы с ней практически каждый день созваниваемся общаемся вот такое вот классное клевое у нас было путешествие если же вам понравилось мое разговорное видео то обязательно ставьте лайк под этим видео и давайте наберем 30 лайков тогда я выпущу какой-нибудь еще видос также пишите обязательно в комментариях какую тему выбрать для следующей истории так что жду все ваши комментарии также пишите как вы провели это лето и что у вас произошло нового будет очень интересно почитать всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео или же на следующем стриме всем пока пока а